МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А кто над вами будет вершить правосудие? Перед вами человек, самый высший создание Творца. И пусть тот, кто поднять руку на него решится, заглянет сначала в собственную душу, не вьются ли в ней змеи. Кто в помыслах своих светил, тот будет всегда чист душою и посягать не станет на жизнь своего ближнего. Что вы делаете? Остановитесь, безумцы! Кто замутил ваш разум? Где ваша человечность? Неужели вы ее потеряли навсегда? Мы находимся в Баку. Существует предположение о том, что название города Баку произошло от персидского, обдуваемый ветром. Насколько это верно, сложно сказать. Но факт, что Баку по праву называют городом ветров, неоспорим. Мы направляемся к дому номер один, на улице Фекрета Амирова. А бакинский ветер будто пытается дополнить рассказ дочери режиссера Эльдара Кулиева и Рады Кулиевой. В этом доме с 1981 года была квартира у себя в Баку. И каждый раз, когда он приезжал в Баку, он останавливался здесь. Очень скромный он, даже как будто стесняет, завидел с соседями в лифт и поднимался на свой родительский этаж. Сейчас обойду и напоминаю Англия, что она совершенно много. А потом отрезал здесь. В этом же доме, в этом подъезде, жил близкий друг Муслима Магомаева, режиссер Эльдар Кулиев, автор фильма «Незами». С фрагментов из которого мы начали наше повествование. Это первая, кстати, квартира Муслима в городе Баку. Своя квартира. До этого он жил в квартире деда. А первая, своя квартира Муслима, была в этом доме. Ну что, вы понимаете, когда мы говорим о потерях, простите, наверное, после Тамары самая большая потеря у меня. Мы не только как соседи общались регулярно. Мы общались с ним просто по-человечески, по работе. Последние 20 лет мы вместе с ним работали над фильмами. Он первым мне давал прослушать свои новые песни, над которыми он очень долго и упорно работал. Я вспоминаю, как он долго работал над этим, в ныне популярной трактовки и сенсии. Он просто так не мог выйти на сцену. Выйдя и спеть сам с первого раза. Он должен был войти в эту мунию. Сделать ее своей. Сделать ее обиду. Он сердцем, через сердце, есть много, наверное, заслуженных, но очень мало истов. Он, конечно, относился к истову. Одарил его калантру, певца, композитора, музыканта, писателя, художника. По-самое главное, он дал ему, Господь, удивительное качество, доброту. Он удивительно добрый человек. Муслим пел не для зала, нет. Он пел для каждого человека, среда человека. Ты уходишь в сумерки неласкового дня, солнце так любившее меня. В небе птицы-лебеди черные летят, В нашем южном городе Зимний снегопад. Тень твоя на сумрачном Дарном берегу, До нее дойти не могу. Вместе пянет солнце Солнышко в солнечном краю, Я тебя как прежде люблю. Возврати судьбе нашу Добую зарю, Без тебя нет, Солнышко в солнечном краю, Возвратись, Возвратись, Любимая, В милые края, В песни заклинать Тебя. Голос одиночество, И не голос мой, Он летит над Грустною землей, Ты дорога дальняя молодость моя, Ты звезда печальная, Светлая моя, Ты любовь прощальная, Первая моя, Ты заря святая моя, Ты заря святая моя. Вместе пянет солнечко в солнечном краю, Я тебя как прежде люблю. Возврати судьбе нашу добрую зарю, Вместе пянет солнечко в солнечном краю, Возвратись, suficiente индуorage-, В милые края, В песне заклинаю Тебя. Где искать в душе отраду, если вся земля Нежности училась у тебя? Солнце возвращается в милые края Звезды возвращаются, синие поля Деньги возвращаются, жизни по весне Возвратись, родная, ко мне Возвратись, любимая, в милые края Песней заклинаю тебя Для меня друг, настоящий, единственный Это человек, без общения с которым ты не можешь прожить Друг это святое слово, им нельзя разбрасываться Пишет Муслим Агамай в своей книге Таким другом стал для него Эльдар Кулиев Их объединяет очень многое Любовь к родному городу, который воспевает в своих песнях муслим Тема Баку красной линии проходит сквозь все творчество Эльдара Их объединяет широкий кругозор, природная интеллигентность, мудрость Внутренний стержень, который и есть основой их поступков А самое главное, их отношение друг к другу и к людям Мы не в день за днем ищем под водой Нам жить хорошо, в дружбе трудовой Мы быть навсегда вместе поклялись Потом с давних пор наш святой делись Другу ты отдать умей Все тепло души своей Все отдал богачество Что с нее кто потерял Все отдал богачество Что с нее кто потерял Тра-ла-ла-ла-ла-лай Нам жить не тушить на земле родной То, если кто из нас загрузил порой Пусть прусть одному одареть нельзя Мы с ней вчетвером справимся, друзья Другу ты отдать умей Все тепло души своей Все оттал, пока честна Что сберет, но потерян Все оттал, пока честна Что сберет, но потерян И чтоб не на год навсегда бога Кто дружбу сохранит так и всегда И чтоб не на год счастлив навсегда Кто дружбу пронесет, честно сквозь она, Другу ты отдать умей, Все тепло души своей. Все отдал богачество, Кто сберет, кто потерял. Все отдал богачество, Кто сберет, кто потерял. Песня, которая прозвучала, Была написана Тофиком Кулиевым. Выросший на музыке песняк своего отца, Эльдар Тофикович как бы принял у него эстафету. Тофик Олег Первич воспевал Баку в своих песнях. Одним из главных героев большинства фильмов Эльдара Тофиковича можно смело назвать город Баку. Поэтому в первом своем полнометражном фильме «В одном южном городе» Он обратился в первую очередь к теме Баку и Бакинцы. Чтобы снять такой фильм по тем временам, Нужна была большая смелость. Многие годы он был запрещенным, Его не допускали к показу широкому кругу зрителей. Почти всеми фильмами Эльдара Кулиева Восторгались зрители из многих стран мира. Один только фильм «Бабек» побывал в 50 странах мира. В последующих фильмах Эльдара Кулиева Звучит потрясающая музыка композитора Муслима Магомаева. В этих фильмах его композиторский дар Раскрылся сполна. Первым фильмом музыку, которую написал Муслим Магометович, стал легендой Серебряного озера. Без музыки, которая звучит на протяжении всей картины, этот фильм представить себе невозможно. Муслим Магометович, Первую главную роль я сыграла все-таки после первого курса. Это не мешало учебе, потому что были летние каникулы у нас. И тогда я на свой страх и риск попробовала. И мне было 19 лет. Это первый опыт работы на съемочной площадке, первые радости, сложности. Я очень благодарна режиссеру этого фильма, профессионалу, большой буквы, опытному мастеру, Эльдару Кулиеву, который поверил в меня и никому неизвестную студентку пригласил на главную роль. Опомнись! Пусти! Пусти меня! Не посволь нас! Нет! Нет! Дорогой! Что ты делаешь, сестра? Подумай! Нет! Мне нужно сказать ему одно слово! Только одно! Лили! Оставь ее в покое, он не остановит машину. КОНЕЦ КОНЕЦ Судьба меня свела там с замечательными людьми, о работе, с которым до сих пор вспоминаю, с теплом, ностальгией. Помимо Эльдара Кулиева, это был, конечно же, Муслим Магометович Мугомаев. Так получилось, что у меня это был дебют в кино, актерский дебют, а у него был дебют как композитора в кино. То есть он должен был написать тему вот моей героини, которая стала центральной темой музыкальной этого фильма. И в самый разгар съемок уже достаточно долгое время прошло, и он приехал на съемочную площадку, и оказалось, что еще ничего не написал. Как выяснилось, ему важно было познакомиться с актрисой, которая играет эту героиню, чтобы создать о ней впечатление, создать впечатление об этом образе. И только тогда он написал эту тему, что очень для меня дорого и приятно. Как бы остался от него фактически мой музыкальный портрет. Вообще, это фильм замечательный. После выхода фильма, эта тема, благодаря Николаю Добронраву, на его слова была создана песня «Элегия», 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 «Элег» «Э ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА